Дивизион противокорабельного комплекса системы NDR состоит из двух батарей, трёх пусковых установок с количеством ракет до четырёх в каждой и вспомогательных машин управления огнём. Кроме них, в состав системы NDR входят машины управления батареями, узлы мобильной связи, радары обнаружения и сопровождения целей производства ПИТ-радар и машины тылового обеспечения. NDR рассчитан на использование данных из внешних источников таких как беспилотники, отсюда и большое количество машин управления и связи рядом с пусковыми установками ракет. Основным вооружением системы NDR являются ракеты NSM Naval Strike Missile норвежской компании «Кангсберг», способные противодействовать кораблям и наземным целям на дистанциях более 200 км. Противокорабельная ракета средней дальности NSM Naval Strike Missile предназначена для поражения широкого спектра надводных целей в открытом море, в проливных зонах, фьордах и шхерных районах. Имеет возможность применения по наземным целям. Ракета разработана фирмой «Кангсберг Дефенсы Амперсант Аэроспейс» в интересах ВМС Норвегии в качестве замены ракеты «Пингвин». NSM может использоваться в составе многоцелевых комплексов корабельного, наземного и авиационного базирования. Ракеты NSM корабельного базирования планируются для вооружения новейших фрегатов типа «Нансен» и ракетных катеров типа «Эскет Жолт». Авиационный вариант NSM, получивший обозначение JSM, Gen Strike Missile, входит в состав перспективного вооружения многоцелевых истребителей F-35 Lightning II, Eurofictor Typhoon, Gripen и вертолетов NH-90. Многоцелевая JSM обладает увеличенной до 240 км дальностью стрельбы, усовершенствованной системой управления с двунаправленной линией передачи данных, позволяющей выполнять обмен информацией и действовать в составе группировки средств воздушного нападения. Истребитель F-35 может нести две ракеты JSM во внутренних отсеяках и дополнительные на внешних узлах подвески. Ракета NSM выполнена по нормальной аэродинамической схеме, оснащена среднерасположенным раскрывающимся крылом и четырьмя цельноповоротными рулями в хвостовой части. В конструкции ракеты реализованы мероприятия по снижению радиолокационной и тепловой заметности. Поверхность не имеет контрастных щелей и острых кромок, широко использованы композиционные и радиопоглощающие материалы. В качестве стартового ускорителя используется твердо-топливный ракетный двигатель. Маршевый двигатель ракеты NSM, турбореактивный TR-40. Бронебойно-фугасная боевая часть массой 226 кг состоит из 120-килограммового титанового корпуса со 100-килограммовым зарядом взрывчатого вещества. Оснащается программируемым взрывателем с временной задержкой, обеспечивающим многовариантный подрыв в зависимости от типа цели. Система управления комбинированная. Управление на маршевом участке траектории осуществляется инерциальной системой управления. Система управления позволяет действовать вне пределов прямой видимости цели. Ракета может двигаться по сложной, заранее запрограммированной траектории, огибать преграды на местности и районы ПВО противника, атаковать цель в наиболее уязвимых секторах. Коррекция траектории полета ракеты на маршевом участке осуществляется по данным подсистемы спутниковой навигации GPS и подсистемы коррекции по рельефу местности Терком. Принцип работы Терком основан на сопоставлении рельефа местности конкретного района нахождения ракеты с эталонными картами рельефа местности по маршруту ее полета, предварительно заложенными в память бортовой системы управления. На ракете предусмотрена установка новой помеха защищенной тепловизионной головки самонаведения с повышенной чувствительностью и расширенным сектором обзора. По оценке специалистов, эта ГСН позволит обнаруживать цель даже при снижении ее теплового поля с помощью универсальной системы водяной защиты. Автономная селекция целей осуществляется путем сопоставления изображения цели с датчика ГСН с шаблонами изображений типовых целей, хранящимися в памяти бортовой системы управления. Ракета поставляется в контейнере, снаряженная масса контейнера 710 килограммов. Время между плановыми осмотрами 3 года, между капитальными ремонтами 5-10 лет. Планируемое время эксплуатации ракет 30 лет.